Дорогие друзья, эта наша беседа по современной истории России посвящена проблеме третьей миграции и поиску новой некоммунистической идеологии в КГБ и руководстве коммунистической партии. Дело в том, что само понятие третьей миграции, конечно же, связано с первыми двумя. И в нашей книге «История России XX век» вы найдете немало глав, посвященных истории первой миграции. Это те люди, которые вынуждены были покинуть Россию во время и после русской революции 17-22 годов XX века. Второй миграции, которая произошла в результате того, что немало русских людей предпочло не возвращаться в Советский Союз. И всеми правдами и неправдами, потому что их возвращали насильно очень часто. По согласию с союзниками англичанами, американцами. Тем не менее, очень много людей, примерно 600 тысяч человек, смогли остаться в свободном мире. И они составили вторую миграцию, очень отличную от первой. Но постепенно с первой вполне соединившейся. И вот в 70-е годы происходит третья волна русской миграции. Вообще ведь это трагедия, когда страна теряет миллионы своих граждан. Именно потому, что они хотят, боятся, да и просто не могут, желая сохранить свою жизнь и свободу оставаться на своей родине. Как правило, уезжают наиболее умные, образованные, нравственно чуткие люди. Так что подумаем, сколько потеряла Россия вот именно из-за этого, из-за этих эмиграций. И это же только по вине власти, которая не смогла создать в стране такие условия, чтобы люди не уезжали из России, а стремились приезжать в Россию. Вот в Соединенные Штаты все стремятся приехать, и мало кто хочет из них уезжать. А в России, наоборот, многие стремятся из нее уехать, и мало кто хочет в нее приезжать. Я должен заметить, что до революции ситуация была другой. Да, люди уезжали из России, была большая еврейская эмиграция. Кстати, о ней пойдет речь сейчас, только уже о эмиграции 1970-х годов. Но очень много людей приезжало в Россию. Мы знаем, например, огромное немецкое сообщество России, это же все приехавшие люди, а их несколько миллионов. Приезжали чехи, приезжали представители других национальностей. На востоке это были корейцы, китайцы. Люди приходили в Россию, а теперь они из нее бегут и продолжают бежать. И даже эти лекции мы записываем с вами уже не в Москве, а в Бурно. Итак, третья эмиграция. За борьбу с диссидентами отвечал Владимир Андропов. И вели ее офицеры 5-го управления КГБ. В 1970-1974 годах им удалось выпроводить из СССР тысячи и тысячи активных сторонников оппозиции коммунистическому режиму, используя для этого еврейскую эмиграцию. Андропов даже сумел без больших потерь для своей карьеры решить проблему со Сложеницыным, который хотел вести борьбу с режимом, оставаясь в России. Как сейчас те люди, которых только что выдворили из России. Это Карамурза, Илья Яшин, Андрей Пивоваров. Ряд членов Политбюро предлагали отправить писателя Нобелевского лауреата в лагеря. Брежнев и Андропов, однако, не хотели международного скандала и позора. В результате писателя 13 февраля 1974 года насильно выдворили в Западную Германию, предварительно лишив советского гражданства за измену Родине. И договорившись о высылке с западно-германским правительством. Правозащитники не только в Восточной Европе, но и в СССР, однако, воспрянули духом. Их оптимизм достиг пика в январе 1977 года, когда президентом Соединенных Штатов стал Джеймс Картер. Обычно его у нас называют Джимми. По американской привычке сокращать имена для более панибратских отношений. Провозгласивший демократизацию и права человека главными целями американской внешней политики. Наряду с безопасностью и торговлей. По воспоминаниям правозащитницы Людмилы Михайловны Алексеевой, которую я еще имел честь знать и общался с ней буквально до последних месяцев ее жизни, они поверили тогда, что коалиция западных политиков и советских диссидентов начала складываться. В Москве, на Украине, в Литве, Грузии и Армении возникли хельсинские группы по наблюдению за соблюдением хельсинских обязательств. Эти группы через зарубежную печать передавали о нарушениях прав человека в СССР. К ним обращались организации еврейских отказников, то есть евреи, которым было отказано вправе на эмиграцию в Израиль. К ним обращались и русские патриоты, крымские татары, турки-месхитинцы, католики, баптисты, пятидесятники и адвентисты. Все преследуемые группы в России населения советской властью. В январе 1977 года КГБ арестовал активистов московской хельсинской группы Юрия Орлова, Александра Гизбурга и Анатолия Щаранского. Советские лидеры предупредили Джеймса Картера, что поддержка правозащитников рассматривается ими как вмешательство во внутренние дела СССР. Но для Картера, глубоко верующего христианина, свобода совести и защита людей от преследований за веру и убеждения были вопросами принципа. В феврале 1977 года он принял в Белом доме, обмененного на Луиса Карвалана, правозащитника многолетнего узника большевистских тюрем и лагерей Владимира Буковского. Вопрос о правах человека стал мощным политическим оружием против большевистского режима. Правда, с точки зрения властей и большинства русских людей, эти правозащитники были западной пятой колонной. Как, собственно говоря, остается, вроде бы, и до сего дня. Работник ЦК КПСС Анатолий Черняев, соглашаясь с этим, записал в дневнике, что диссидентство превращено в ходе реальной классовой борьбы между двумя мирами в главное орудие против нас. Вместе с тем, еще в мае 1976 года он признал, задуманная в штабах антисоветизма и проведенная с помощью Сложеницына, Сахарова и Ко компания по дискредитации Советского Союза и Советского социализма удалась. Нашему престижу в глазах самой широкой мировой общественности нанесен удар огромной силы с длительными и почти невосстановимыми последствиями. То есть вера в мире, в какой-то хороший, благородный советский коммунизм полностью или почти полностью исчезла. Остались прихлебатели, которым было плевать, какой коммунизм, главное, чтобы им деньги давали. И остались подвластные люди, покоренные люди в той же Восточной Европе и в других странах, до которых дотянулась рука Москвы. А большинство людей в свободном мире с ужасом отвернулись от большевизма. Как, собственно говоря, уже в 2010-е годы множество людей с ужасом отвернулись от коммунистического Китая. Вы помните, что после реформ Дэн Сяопина очень многие стали говорить, что Китай стал другим, это обычная капиталистическая страна, это коммунистическая идеология, это какой-то там рудимент старого, она ничего не значит. Но сначала гонения на уйгуров, потом вскрылись страшные гонения на религиозных деятелей, на фэн-лудзян движения, на вообще всех инакомыслящих. И теперь уже мало кто говорит вот эти старые, поет эти старые песни начала 2000-х годов, что Китай это обычная капиталистическая страна. Очевидно, что это тоталитарная, агрессивная, антигуманная держава. Вот то же самое произошло и с Советским Союзом в 70-е годы. Когда в начале 1970-х годов Брежнев, идя на уступки США и Израилю, и следуя рекомендациям КГБ, желавшего ослабить протестные настроения, дал возможность покидать СССР гражданам еврейского происхождения, он полагал, что это пойдет только на пользу режима. Но это решение пробило первую существенную брешь в железном занавесе. В течение 20 лет, по мере того, как границы, право на выезд расширялись, им воспользовались до четверти миллиона человек, среди которых оказывались и люди смешанного, очень разбавленного, а иногда и вовсе не еврейского происхождения. Выезжающие по прибытии в Вену или в Рим выбирали себе дальнейшее исследование в Израиль или в Соединенные Штаты. Так в Нью-Йорке на Брайтон-Бич образовался своеобразный квартал – еврейский по быту и по мирочувствию, русский по языку, к тому же довольно быстро приобретший и американские навыки. Сколько вам слайсов чиза отвесить, можно до сих пор услышать на Брайтон-Бич в магазине. Характерным ответом на вопрос эмигрантов третьей волны, почему вы уехали из России, было «Россия – это кладбище, я не желаю жить на кладбище». Несколько позже Федеративная Республика Германии добилась отбрежнего разрешения на выезд этнических немцев из СССР в Германию. Вчерашние спецпоселенцы 1941 года, выселенные из немецкой автономной республики по Волжье в начале войны, и их дети стали десятками тысяч выезжать из Казахстана, Алтая, Урала, Киргизии, ФРГ. Так же, как и евреи из России в США и Израиль, с большим трудом встраиваясь в жизнь своих преуспевающих западных соплеменников. Проблемы интеграции русских, в кавычках, немцев и евреев в Германии и США остаются до сего дня на своей исторической родни, их называют русскими, да и они сами нередко так именуют себя, по крайней мере, в первом эмигрантском поколении. Заодно с национальной миграцией, воспользовавшись брежневским послаблением, идущим вместе с постепенным идеологическим зажимом, диссиденты и работники культуры, писатели, художники, музыканты, чьи имена были широко известны в свободном мире, также стали выезжать на Запад. Многие из них выезжали и оставались на Западе добровольно, иных высылали. Происходил полный разрыв между большевистским, тоталитарным государством и творческой, освобождающейся Россией, о чем мы уже с вами говорили в одной из предыдущих бесед. Это обстоятельство, не менее чем экономические и политические факторы, повлекло за собой падение коммунистического колосса, который в 1970-е годы действительно оказался на глиденных ногах. В его идеологию, когда-то выбранную Лениным и Троцким, как резон детор собственной власти, почти никто уже не верил. Ни в России, ни на Западе. На Запад переместились лауреат Сталинской премии Виктор Некрасов, Нобелевский лауреат Александр Сложеницын, будущий Нобелевский лауреат Иосиф Бродский, около 40 менее крупных, но достойнейших писателей и поэтов, Владимир Максимов, Андрей Синявский, Фридрик Горенштейн, Анатолий Кузнецов, Юрий Кублановский, Александр Галич, уехали звезды театра, Юрий Любимов, кинематографа, Андрей Тарковский, балета, Рудольф Нуриев, музыки, Мстислав Ростропович и Галина Вичневская. Всех и не перечтешь. Самым известным из оказавшихся на Западе в третьей волне был Александр Сложеницын, поселившийся после кратковременной остановки в Швейцарии и Норвегии в штате Вермонт Соединенных Штатов, и работавший там над историческим повествованием «Красное колесо» до своего возвращения в Россию в 1994 году. По американским оценкам, тираж его книг в это время превысил 30 миллионов экземпляров. Понятно, во всем свободном мире, но не в подсоветском мире. Александр Сложеницын оценивался в свободном мире как несоизмеримая ни с чем величина по силе его художественного дара и по его гражданскому мужеству. Хотя вскоре его авторитет среди американских либералов пошел вниз. Они не разделяли его национально-патриотических воззрений. В Париже Владимир Максимов начал издавать журнал «Континент». Андрей Синявский – «Синтаксис». В Мюнхене – «Кронит Любарский» журнал «Страна и мир», которые попадали в СССР. В Израиле выходили толстые журналы на русском языке «Время и мы» и «22», расходившиеся по всему свету. В США Василий Аксенов и Иосиф Бродский выступали перед американскими аудиториями. Мстислав Ростропович и Галина Вишневская давали концерты, а картины ряда художников-нонконформистов, которых в третьей волне было много, попали в американские музеи. Возникло много газет с названиями вроде «Новый американец». Но основанное русскими евреями еще до Первой мировой войны новое русское слово с тиражом в 50 тысяч экземпляров оставалось наиболее читаемым в Соединенных Штатах. Первая эмиграция, да и вторая, с восхищением встретила третью волну, доказывавшую, что их многолетняя жизнь за рубежом не прошла в Туне. Особенно приподняла ее дух отношения к ней Солженицына, признавшего исключительные заслуги русского зарубежья перед Россией и призвавшего писать и присылать ему мемуары о дореволюционной России, о гражданской войне и о жизни в эмиграции. Разумеется, полного единства между третьей волной и первой эмиграцией не могло быть. Но не было его и внутри самой третьей волны. В частности, не было единства между Солженицыным и теми, кто по левым убеждениям, унаследованным от советского воспитания, к исторической России подходил сугубо критически, а иногда и просто отрицательно. Основная тема спора касалась очевидного теперь для всех провала коммунистического эксперимента. Порочна ли в основе сама идея марксизма, сама его изначальная доктрина? Или идея хороша, но ее не сумела осуществить и в конец извратила вековечно варварская Русь? Во втором случае от России уже нечего ждать. Немногие в то время доходили до мысли, что вся эта коммунистическая идеология для большевистского государства была только прикидом, только камуфляжем. Это понимание пришло позже. Сам себя Солженицын не причислял к третьей эмиграции, поскольку не одобрял тех, кто покидал Россию добровольно. Считает, что борьбу за самостояние надо, поскольку возможно, продолжать вести в самой стране, на родной земле. Он полагал себя продолжателем белого дела, ушедшим в изгнание вынужденно, не для того, чтобы сладко жить, а для того, чтобы продолжать вести борьбу за душу России. Споры доходили иногда внутри третьих и до наветов, до полных разрывов по идейным соображениям. Попытки Владимира Максимова в Париже как-то объединить различные течения успехом не увенчались, как-то случалось обыкновенно и в первые эмигрантские десятилетия. Помните съезд, все эмигрантский съезд 1926 года, тоже окончивший случай, в сущности ничем. Третья волна привнесла в угасающую русскую эмиграцию большое оживление. Существующие журналы и газеты первой и второй волны, новый журнал «Вестник РХД», «Грани», «Посев», «Русская мысль» включились в полемику с новыми журналами Максимова, Любарского, супругов Синявских. Во второй половине 1970-х годов жизнь русского зарубежья снова забила ключом. Но в самой России, несмотря на высылку за границу и посадку в тюрьму тысяч диссидентов, КГБ не мог торжествовать победу. Андропов в узком кругу признавался, что в Советском Союзе сотни тысяч людей, которые либо действуют, либо готовы при подходящих обстоятельствах действовать против советской власти. В 1975 году КГБ раскрыл свыше 1800 антисоветских групп и организаций, провел 68 тысяч профилактических бесед с политически неблагонадежными гражданами. Это данные из дневника Черняева, запись 3 января 1976 года. Особенно мощным становилось движение русских националистов. Несмотря на то, что пропаганда русского шовинизма со времен Сталина присутствовала в арсенале партийно-государственной власти, коммунисты всегда давили спонтанные проявления любого национализма, в том числе и русского. Если движение еврейских националистов было небольшим, сплоченным и громко заявлявшим о себе, русское движение было крайне широким, неоднородным и, за исключением сложениц на единичных диссидентов, существовавшим в скрытом виде. Его сторонники вели двойную жизнь русских патриотов и советских конформистов. Я прекрасно помню, что в то время быть русским патриотом среди элиты считалось нормальным и даже очень хорошим делом большевистской элиты. В движение русских патриотов входило огромное количество людей разных, совершенно разных убеждений. Я подчеркиваю, что слово патриот и националист различны. Патриот – это человек, который любит свой народ. Это достаточно естественное чувство. Националист – это тот, кто считает свой народ лучшим всех других народов и принижает все другие народы, чтобы возвысить свой, иногда даже для этого не гнушаясь силой. Итак, в движение русских патриотов входили православные верующие, сторонники российской монархии династии Романовых, поклонники философа, этнографа и историка Льва Николаевича Гумилева, сына Анны Андреевны Ахматовой и поэта Николая Гумилева, любители русской старины, сторонники сохранения церквей и других памятников русской культуры, сотрудничавшие с Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры в ООО ПИК. Я сам состоял в этом обществе и тогда активно в 70-е годы, в второй половине 70-х годов работал в области охраны памятников русского севера. В частности, я и мои друзья тогда старались создать Кенозерский национальный парк, который был потом создан в 91-м году, в конце декабря 91-го года, и который вот в этом году, совсем недавно, в июле 24-го года, стал частью международного наследия, культурного наследия ЮНЕСКО. А тогда этим мы занимались и устраивали туда экспедиции от как раз ВОО ПИК. Но ничего шовинистического в этом не было. Мы переживали за то, что гибнут сокровища культуры, церкви, деревни, ландшафты в последних самых медвежьих уголках русского севера. Движение русских патриотов поддерживали, не вступая открыто в оппозицию к советскому режиму, многие деятели культуры. Среди них были художник Илья Сергеевич Глазунов, академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, издавший многотомную антологию древнерусской литературы, кинорежиссер Никита Михалков, писатели-деревенщики Сергей Залыгин, Виктор Астафьев, Василий Белов, Владимир Солоухин, историки архитектуры Савелий Ямчаков, Кира Рожнова и Петр Петрович Ревякин. Большинство из них были возмущены разрушением России в годы коммунистической диктатуры и в той или иной форме стремились послужить делу национального возрождения. Одни писали книги, другие собирали молодежные группы для реставрации часовин и церквей, в том числе и мы, но далеко не одни мы, тех церквей и часовин и берегей, которые сохранились в глухих углах Каргополия и Абонежья, на берегах Водлы и Белого моря. Внутри широкого движения, однако, были также антисемиты, русисты-сталинисты, сторонники Великой России как военно-промышленной империи. К последним, к примеру, относились писатели и журналисты, группировавшиеся вокруг журналов «Молодая гвардия» и «Наш современник», а также их многочисленные покровители в отделах ЦК, в армии и КГБ. Такой национализм мог со временем помочь режиму сбросить обветшалые коммунистические одежды и переодеться в национально-патриотическим костюм, мало что меняя в персональном составе властвующего слоя и в его владении национальными ресурсами России. Я помню, как несколько раз мои старшие коллеги по Обществу охраны памятников истории и культуры почти в лоб меня спрашивали, как я отношусь к евреям. Мне эти вопросы были неприятны, я всегда говорил, что как всем нормальным людям, так и к ним отношусь. Но явно и в ОАПИК были эти антисемитские настроения, и было это ощущение, что евреи разрушили Россию, и мы старались на это не обращать внимания, а заниматься делом, сохранять остатки разрушенной русского ландшафта и архитектуры. Но вот далеко не все думали так. Многие хотели это все превратить в идеологию. Между темным и светлым в русском национальном движении не было и не могло быть четкого дораздела. Тяжелой дилеммой для русских патриотов был вопрос, какую Россию нужно любить и строить? Можно ли построить новую Россию на основе СССР? О, тогда очень многие так думали. Даже я так думал, желая отбросить СССР, но сохранить его рамку. Теперь мне даже в этом неловко признаваться, но это был факт. Многие русские националисты справедливо обвиняли коммунистическую идеологию и тех, кто ей служил в разрушении русской культуры и общества. Но порой те же самые люди выступали идеологами нетерпимости, проповедовавшими ради Великой России авторитаризм, насилие и ненависть к народцам. Многие были ушиблены еврейским вопросом. Новому поколению советского партапарата поднятна была русская националистическая идеология, построенная на старых коммунистических принципах борьбы с врагами, ненависти, пусть теперь не классовой, а этнической, и главенства ценности народа, и особенно державы над личностью ее свободы. Это была несколько трансформированная версия советского патриотизма эпохи Сталина или в редакции 1936-го или 1946-го года. И надо сказать, что ее разработчиком был Андропов лично и во многом Пятое управление КГБ, которое занималось идеологией. И то, что сейчас Путин делает в России, это прямая попытка осуществить, воплотить в жизнь именно эти разработки. Разработки, которые делались его кумиром Андроповым еще в 70-е и особенно в 80-е годы. Настоящий же русский патриотизм направлен не против кого-то и вовсе не на величие державы за счет народа, а на духовное, культурное и гражданское становление и развитие русского человека, патриотизм скорее белого движения, а не Сталина и Жданова, такой патриотизм был непонятен и опасен идеологам из ЦК КПСС и 5-го управления КГБ. Особенно опасен был для коммунистической власти русский патриотизм, четко разделяющий Россию и большевистский режим, утверждающий, что большевики поработили Россию и продолжают властвовать над ней в своих, а не в национальных интересах. Именно такой, не советский, а русский патриотизм, открытый к иным народам и имеющий главным объектом любви человека, а не пространству и силу войска, исповедовали многие русские люди в зарубежье. Сторонником этого патриотизма был и Александр Солженицын, но в народе он воспринимался в 1970-е-80-е годы с большим трудом. Да что греха таить? И до сих пор воспринимается с огромным трудом. Я смотрю сейчас, когда удалось растрабить антиукраинские чувства в русском народе или в народах России, если говорить шире, это же отвратительное следствие именно КГБшного псевдо-русского патриотизма, когда других ненавидят. К сожалению, подобные чувства есть не только в России, они есть и в других народах бывшего Советского Союза, обращенные друг на друга или на русских. Сказывается век советского воспитания в нетерпимости и противостоянии врагам. Русское общество, давно лишенное настоящей христианской подпитки, оказывалось тогда, в 70-е-80-е годы, и оказывается до сих пор нравственно глубоко больным и политически весьма нетерпимым. Протерей Александр Шмеман, один из самых светлых людей русского христианского зарубежья, записывал в свой дневник 10 апреля 1978 года. Его дневник, кстати, одно из лучших произведений русской эмиграции последнего времени, ну 70-х годов, оно переведено на русский язык с английского, это дневник, издан в России, я очень рекомендую всем его прочесть. Дима Григорий в Вашингтоне рассказывает о России, куда он часто ездит. То же самое, животный национализм, животный антисемитизм. Всегда мы, наши, или же тогда хула и самооплевание. Но вот и каемся мы лучше всех. Духовное возрождение, очищение страданиям и так далее. А на деле то, что ползет оттуда, то есть из Советской России, непомерно жутко. И иногда, признаюсь, слушая рассказы об их приходских собраниях, о воплях в роде, там, где дело касается народа, касается нашей русскости, кончаются любовь и терпение, хочется проститься со всем этим вечным расставанием. Такая вот мука. Он чувствует себя русским человеком, православным священником. И в то же время то, что идет из России, ужасно. Даже если оно связано с православием, ужасно. Поэтому стоит ли нам сейчас удивляться, что то, что в России происходит с православием, тоже ужасно. Это все последствия вот того самого КГБшного коммунистического отравления народов России. Вторая его цитата уже из дневника 8 апреля 1982 года. Рассказы Эл, жены Ульяны, ее Ляна он называл. Рассказы Эл о России, о Москве, Ленинграде, прогулках, поездках, церквях. И то самое, и у нее, и у меня чувства. Близость, кровная близость России и нам. И одновременно ужас от нее. Возрождение русского самосознания и в частности крайних форм национализма, противоположных политических тенденций, антисоветского и просоветского, проявлялось не только неоформлено и индивидуально, но порой принимало и организованные формы. Так, в 1964 году в Ленинграде под руководством Игоря Огурцова был создан Всероссийский социал-крестьянский союз освобождения народа. Воспитанные на советской романтике подпольной революционной борьбы, но при этом отвергавшие безбожно большевизм, создатели союза поставили своей целью подготовку восстания против коммунистического режима ради установления истинного народовластия, построенного на принципах христианской демократии. Это вот важная особенность того времени, я сам ее коснулся чуть-чуть, и вот как раз наши беседы с Лерой Новодворской в 1968 году, в 1969 были о том же. Она такая же наша ровесница. Это мысль о том, что вот должна быть революция, мы должны устроить новую революцию. Настолько в нас глубоко вбили идеи того, что только силой можно что-то изменить, что режим меняется только силой, что все мысли о революции, даже те, кто мечтали о демократии, не понимают, что насилие порождает только насилие. И что реально изменить общество может только культура, образование, жертвенное объяснение правды другим, изменение сознания. В конечном счете то, что в России до революции называли хождением в народ. На этой же позиции стоял и Всероссийский социал-христианский союз Игорь Огурцова. Свои положительные идеалы христианский союз черпал в наследие русских славянофилов, особенно в творчестве Алексея Хомякова, Ивана Оксакова, Юрия Самарина и Константина Леонтьева. В 1967 году члены социал-христианского союза были арестованы и осуждены на различные сроки заключения. В 1970-е годы идеи союза получили распространение выходившим под редакцией Владимира Осипова в сам издатском журнале «Веча» в 1971-1974 годах. В 1978 году сложилась патриотически ориентированная группа «Витязи», объявившая своей задачей помощь в подготовке празднования 600-летия битвы на Куликовом поле. Дело в том, что сама по себе битва на Куликовом поле, годовщина была в 1980 году, она была таким новым явлением. Понимаете, всегда в Советском Союзе отмечались советские праздники, советские даты. Очень редко то, что было связано с дореволюционным прошлым, уж тем более с эпохой Мамая. И вот вдруг разрешили, дали деньги, приветствовали. Это как раз знак такого государственного национализма, попытки коммунистическому государству одеть на себя русский кафтан. И, конечно же, сложилась эта группа «Витязи», почти наверняка поддерживаемая Пятым управлением КГБ. В 1980 году, после выполнения этой задачи, группа самораспустилась, но многие ее члены объединились в общество «Память», близко сотрудничавшее как раз с Российским обществом охраны памятников истории и культуры. Вот именно после этого я, кстати, отошел от ВАОПИК и перестал с ними сотрудничать, потому что почувствовал, что они все больше и больше уходят вот в эту советско-националистическую андроповскую идеологию. Многие предполагали, что память создана по инициативе КГБ для контроля над всеусиливавшимся русским национализмом. Первоначально память ввела работу преимущественно историко-культурного и природозащитного характера, посещение мест, связанных с историческими событиями прошлого, проведение вечеров памяти тех или иных лиц и событий отечественной истории, восстановление захоронений забытых могил каких-то русских деятелей знаменитых, «Организация кампаний против поворота северных рек на юг», о чем, может быть, я еще успею сказать в одной из следующих лекций. В 1984 году, когда в деятельности общества память стал принимать участие будущий лидер Дмитрий Васильев, это общество приобрело характерное политическое лицо, главными чертами которого стали навязчивый антисемитизм, фальшивые протоколы сионских мудрецов использовались в качестве текста, обличающего уже домасонские заговоры против России. В то время даже многие священники из-под полы давали читать эти протоколы, даже мне их пытались сучить. Вот, говорят, это же правда. Вот они же все, эти так называемые сионские мудрецы, они же все уже заранее в XIX веке рассчитали. Но вот источник всего этого был, ну, понятно, их новое дыхание, этих протоколов сионских мудрецов, это было, конечно, КГБ. И характерно, что эти протоколы же были одной из основополагающих идеологических основ нацистского режима. Их очень ценил и любил Гитлер. И вот они опять возрождаются с легкой руки памяти, за которой мы видим подпорки КГБ. Эти же деятели памяти противопоставляли жидовствующего Ленина, русскому патриоту Сталину, якобы совершившему в 1930-е годы в СССР антисионистский переворот. Я помню все эти разговоры. Сейчас они забыты, но когда-то они очень активны были в круге и верующих, и вот так, национально ориентированных молодых людей. Память о деятельности которой приходится на 1987 год впоследствии раскололась на ряд конкурирующих друг с другом групп, став родоначальницей целого спектра русских националистических движений неосталинистского толка в послекоммунистической России. Настроение белого патриотизма, ненавистное КГБ, также пробивалось в русском национальном самосознании. Потому что большевики, как это было во время якобы национального возрождения Сталинского в 1947-48 годах, они могли себе позволить воспевать Кутузова, Ушакова, Суворова, даже генерала Скобелева. Но не белое движение. Даже генерал Кондратенко эпоха русско-японской войны. Даже Первую мировую войну. Это можно. Потому что была держава, которая сражалась с внешним врагом. Брусилова, скажем. Но белое движение, которое сражалось с большевиками, всегда оставалось их врагом. О нем никогда положительно ни одного слова не говорили в советское время. Ни одного. Это всегда были враги. И поэтому возрождение белого патриотизма, патриотизма белого движения, оно было всегда антибольшевицким. Анти-КГБшным. Сотрудники КГБ просто органически не могли принять как положительный факт тех, кто боролся с их отцами и дедами. А между тем, к нему как-то исправдовать подходили. Многие люди чувствовали это. Об этом я уже немножко говорил. Но напомню дальше. Знаменитый поэт Булата Куджава уже в 1957 году посвятил Евгению Евтушенко сентиментальный марш, который заканчивался более чем двусмысленными, хотя внешне и вполне комсомольскими словами. Я все равно паду на той, на той далекой, на гражданской, и комиссары в пыльных шклемах склонятся молча надо мной. Почему молча, почему не снимая буденовок, так смотрят на убитого врага, а не на товарища? Намек поняли многие. И я его тогда так понял. В 1971 году, вспоминая восстание юнкеров против большевиков в Москве в ноябре 1917 года, то есть первое выступление белых, можно сказать, против большевиков, Александр Галич написал стихи, глубоко отразвавшиеся во многих сердцах. Опять над Москвою пожары, и грязная наледь в крови, и это уже не татары, похуже мамая свои. В предчувствии гибели низкой октябрь разыгрался с утра, цепочкой по Малой Никитской прорваться хотят юнкера. Повозки, потом при разрыв, повозки с кровавой поклажей скрипят у Никитских ворот. Так вот она, ваша победа, заря долгожданного дня. Кого там везут? Грибоеда. Кого отпевают? Меня. Через полвека после событий знаменитый поэт видел себя не с победившим большевистским мамаем, а с погибшими в неравном бою мальчиками-юнкерами. Писатель Владимир Соловкин в начале 70-х годов посвящает белому движению несколько горячих стров и также связывает с ним свою судьбу. В людей, вселяя тень надежды, наперевес неся штыки, в почти сияющих одеждах шли белые гвардии полки, а пулеметы их косили, и кровь хлистала, как вода. Я мог погибнуть за Россию, но не было меня тогда. Сияющая одежда – иконный знак святости. Стихотворение кончалось словами. Не надо слез, не надо грусти. Сегодня очередь моя. Ленинградский бард, в прошлом советский офицер-подводник Кирилл Ривель, был еще откровенней и соединил своего лирического героя с белым делом накрепко. В те годы роковые, в перехлёстье судеб, когда мы за Россию, а они за Савдеб. На столетие бы раньше, ах, что ж ты, Господь, не спешил, мне бы встретиться с пулей в рядах отступавших дроздовцев, навсегда упокоясь в одной из безвестных могил. Белый патриотизм, истеря на все старания и коммунистического официоза, и нового русского казенного от КГБ национализма, шаг за шагом овладевал вновь сердцами людей. Среди русских историков крепло убеждение в необходимости создания новой отечественной истории 20 века. Не истории государства или режима, но истории народа, страдающего народа. Профессор исторического факультета МГУ Сергей Сергеевич Дмитриев записывал свой дневник 13 марта 1985 года. Идет дело к концу 20 века, нашего века, детьми и современниками которого мы состоим. Пора, снова пора, как после декабря 1825 года. Пришла пора, потребность назрело постигать, может описать историю русского народа в 20 веке. Написано много историй СССР, истории КПСС и ВКПБ, и будут такие истории писаться. «Нужна история народа за этот век», подчеркнули эти слова. «Его судеб, его жизни, не история государства, не история партии, народа на своей исторической земле и в диаспоре. Народа, каким он был и есть в 20 веке до 1917 и после 1917 года. Народа как целого, как единства в России и в мире за пределами России. Не пропал же, не исчез, не стерт русский народ и в наше время». И во многом, дорогие друзья, одухотворяясь этими словами коллеги Дмитриева, я и мои друзья начали работать над историей России 20 века, которая вышла, как вы знаете, в 2009 году. Можно сказать, мы исполнили, хотели бы исполнить его завет. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»